МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите детские новости в студии Сагит Иргии. Она рассказала о своем желании премьер-министру республики. И оно исполнилось. Магачкалинская школьница Аманат Максумова мечтала попасть на телевидение и попробовать себя в роли диктора. 2024 объявлен годом семьи. По этому случаю в республике пройдет ряд крупных спортивных и культурных мероприятий для детей и родителей. Горные пейзажи, уникальные природные памятники. Фотовыставка «Удивительный Дагестан» собрала на одной площадке десятки снимков, сделанных медиа-волонтерами из Крыма. Новый год закончился, но чудеса продолжаются. На этот раз былась мечта 13-летней Аманат Максумовой. Накануне праздника ее открытку с елки желаний снял премьер-министра региона. Абдулмуслим Абдулмуслимов. Тогда девочка попросила о теплом пуховике и шапке. Но в беседе с главой Кабмина рассказала о своей заветной мечте. Как она исполнялась, увидела Наталья Хенбабаева. А вы кем мечтаете стать, что вы выйдете здесь? Диктор. Ну, это тоже бы вам поможет. Сто процентов. Здесь есть у меня мнение. Это у тебя, это у тебя. А? Здесь у тебя. Ну, так что вы имейте в виду? Ваша будущая коллега. В конце прошлого года в беседе с премьер-министром региона юная Аманат поделилась своей заветной мечтой – в будущем стать диктором на телевидении. И сегодня желание девочки начало сбываться. Прошло не так много времени. Юная дагестанка уже в стенах главного республиканского канала. Аманат в гостях у РГВК, а руководитель телекомпании проводит экскурсию. Ей показали и рассказали, в каких студиях записывают программы, где проводит эфир радио «Страна гор». И, конечно, с чего начинаются новости. Теперь смотри. Это два суфлера. На суфлерах показывается текст. Ты будешь по ним читать. А потом это покажут новости. А где белая рубашка? Что новости приехали? Что такое вообще? Как подготовиться к новостному эфиру и что помогает снять напряжение? Этими секретами с гостей поделилась опытная ведущая. Представь, как будто вот это вот сидит твой самый близкий друг. И ты ему рассказываешь что-то вот. Не нужно представлять в этот момент, что тебя смотрит многомиллионная аудитория, там зрители, телезрители. Об этом забываешь. Ну, конечно, нужно подготовиться перед этим тоже. Почитать тексты. Вот у меня стаж уже 22 года. Даже при этом я все равно иногда перед записью волнуюсь. Юная дагестанка пробует несколько раз прочитать текст для эфира. Со второго дубля появляется уверенность в голосе. И вот пришло время новостей. В эфире Аманат рассказывает о погоде. Добрый день. Это время новостей на РГВК «Дагестан». В студии для вас работает Аманат Максумова. Девочка, несмотря на ограничения по здоровью, у нее аномальное развитие спинного мозга и позвоночника. Очень трудолюбиво. Она вспоминает, как впервые попробовать себя в этой профессии ей посоветовала врач-невролог в реабилитационном центре. До пробного эфира девочка только мечтала о роли ведущей. Теперь же у нее есть четко поставленная цель. Сейчас я попробовала быть телеведущей. И в дальнейшем я бы, наверное, хотела бы к вам прийти. Когда достигну, наверное, где-то 18-летнего возраста, я закончу универ тогда, получается. И вот я поступлю на диктора. Пример юный Аманат показывает и доказывает, что не стоит бояться мечтать и загонять себя в рамки. Если девочка продолжит так же усердно идти к своим желаниям, возможно, вы, наши телезрители, в будущем увидите ее в эфирах телеканала РГВК «Дагестан». Приглашение она уже получила. Наталья Ханбабаева, Махарбека Мариев. Время новостей. Более 120 крупных мероприятий, посвященных Году семьи, пройдет в Дагестане в этом году. План проведения обсудили на встрече под руководством премьер-министра республики. Планируется провести ряд благотворительных, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Заслушав предложение, в Думу Слимов Думу Слимов отметил необходимость оказать в первую очередь поддержку многодетным семям. Так, в сельских населенных пунктах Дагестана для отдельных категорий семей предусмотрено выделение земельных участков и автотранспорта для многодетных. Глава Кабнина поручил предусмотреть дополнительные формы поддержки семьи в этом году. Горные пейзажи, уникальные природные памятники республики. Все это представили на фотовыставке «Удивительный Дагестан». Она прошла в мультимедийном парке «Россия. Моя история» в рамках празднования Дня заповедников России. В экспозицию вошли работы медиа-волонтеров Крымского отделения Русского географического общества. Съемки были сделаны во время их экспедиции в Дагестан. Мы посетим сейчас выставку, которая была создана по результатам приезда к нам в ландюр Крымского отделения РДО. Представляете, какая география? Волонтеры, медиа-волонтеры приезжают к нам в Дагестан и очень помогли изобретения в нашей территории изучим, рассказав об этом на нашем уникальном крае, во многих вовнутых своей публикациях в Татаре. Как отметил руководитель Дагестанского отделения Русского географического общества, подобные проекты играют важную роль в сохранении исторической памяти Дагестана и его природного наследия. Дагестан на них произвел огромное впечатление, потому что Дагестан, как уже сказали ведущие сегодняшнего мероприятия, он, ну как бы вот капля росы, в которую, посмотришь, отражается вся Россия. Кстати, президент страны так и отозвался о нашей республике, что вот он все включает и общество, миниатюрия российская, и природу, начиная от пустынь, с тропических лесов, кончая вот заснеженными ландшафтами, вечными снегами. Мария Мазанова из Дагестанских огней стала 12-м победителем поэтического конкурса РГВК Дагестан, посвященному 100-летию Расула Гамзатова. Ученица 2-го класса прочитала стихотворение «Мой Дагестан». О том, что она стала победителем конкурса, семья сообщила девочке 30 декабря, в ее день рождения. Марии торжественно вручили грамоту и денежный сертификат от компании «Киргу». Вернувшись к тебе из чужих, далеких столиц и болтливых, и лживых, мне трудно молчать, слыша голос твоих, поющих потоков и горкотеливых. Напомню, на протяжении всего прошлого года, по итогам каждого месяца, наш телеканал выбирал лучшего чтеца. Участниками конкурса стали более 700 человек из разных уголков страны и даже ближнего зарубежья. Цель наша, которая была в самом начале, она достигнута. То есть, очень много людей еще раз перечитали Расула Гамзатова, еще раз вспомнили его творчество. И вот буквально на следующей неделе мы будем уже итоговую часть этого конкурса подводить. То есть, 12 победителей из каждого месяца на протяжении года. Мы их выставим в наших социальных сетях, ВКонтакте. И зрители будут выбирать лучшего из лучших. И немного о спорте. В Буйнакске на этой неделе прошло первенство горной зоны по боксу. Участие в нем приняли десятки юных спортсменов из разных городов и районов Дагестана. О том, как все прошло, расскажем в следующем сюжете. Одним из триумфаторов турнира весовой категории до 44 килограммов стал представитель города Буйнакска Ахмед Магомедов. Подопечный наставников у Каила Акаева и Руслана Арслана Леева провел 4 поединка. И во всех выходец из селения Акуша вышел победителем. Я старался ближе подходить к корпусу начинать. А он хорошо бил здесь в дистанции и выше был. Другой уроженец административного центра Акушинского района Исаи Брагимов преуспел в весе до 48 килограммов. Воспитанник тренера Абдуллы Магомедова провел три боя. И во всех финалист республиканского турнира на призыве Джидова сумел взять верх над своими соперниками. Я делал все, чтобы выиграть. Я сокращал хорошую дистанцию, все делал нормально. А противник мой очень хорошо держал дистанцию и хорошо ставил удар. Обладателей 12 комплектов наград выявили среди 120 юных боксеров. Особенностью этого перенеса горной зоны стало участие в соревнованиях представителей школ бокса Кизелюрта и Кизелюртовского района. В прошлые годы эти спортсмены состязались в северной зоне республики. Уровень боксеров неплохой, честно говоря. Показывает хорошие результаты. Наша школа представляет хорошие, то есть хорошие ребята. Недавно у нас прошли буквально соревнования здесь. Республиканский турнир в памяти Абдула Нуреева. И вот сейчас проходит в памяти Курбанова Магомеда Ахмедовича, моего отца. Наибольшее количество четыре первых места завоевали хозяева ринга. По две награды высшей пробы у Кизелюрта и районов. Для Ратинского, Кизелюртовского и Акушинского. Еще одна медаль отправилась в Хунзавский район. Награждали спортсменов заслуженный тренер России Зайнаулбек Зайнаулбеков и серебряный призер Олимпийских игр Нурмагомед Шановазов. Дан Шугом, Паризат Курбанова. Время новостей. Буйнакск. В Махачкале в школе высшего спортивного мастерства имени Али Алиева прошли совместные тренировки боксеров Дагестана и Чеченской республики. Оттачивать мастерство и обменяться опытом собрались около 50 спортсменов разных возрастных категорий от обеих республик. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент. В конце прошлого года выходец из селения Харачи Унсукульского района Магомед Хан Малачиев стал одним из триумфаторов международного турнира в Баку. Причем удалось ему это в самой престижной весовой категории свыше 92 килограммов. До этого подопечному заслуженных тренеров России Рашидбека Ахмедова и Салтана Мегетинова дважды покорял вершины, округа и первенство республики. В столице Азербайджана для него самым сложным вышел финал против местного боксера. В Баку я провел три проединка с двумя представителями из страны Азербайджан и с одним представителем из Узбекистана. Первый бой выдастся тяжелый, поскольку первые бои всегда проходят тяжело, и мне пришлось выложиться на 100%. Во втором бою я дрался против представителя Узбекистана, выиграл во втором раунде нокаута. В этом же весе представляет команду Чеченской республики Ялвани Юсупов. В 2022 году он стал призером пенисов России в Твери, а в этом году встретился на пенисе округа в Грозном с Магомедом Малачиевым за выход в финал. Я вышел победителем, очень достойный бой показал. Я на дистанции работал, а он пытался подходить, работать в ближнем бою уже. Новый год, новые старты, как говорится, Дагестан, СКФО, Россия. Здесь у нас разные возраста есть, юниоры, молодежь, мужики. Поэтому совместная тренировка, все куда-то готовятся. Тренировка со сборной Чечни, постоять в парах, поработать и как бы получить пользу. В ближайшее время уже известно, что с 15 по 21 января в Самаре пройдет Кубок России. Турнир соберет практически всю элиту российского бокса, в том числе и 12 действующих чемпионов страны. Там выступят и 5 мастеров кожаной перчатки нашей республики. В конце января в Хасаюрке стартует первенство Дагестана среди юношей 15-16 лет. Дан Шугом, Паризат Курбанова, Время новостей. На этом наш выпуск подошел к концу. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!